Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Я хочу еще раз прочитать Матфея 11.12. Я так люблю это местописание, потому что оно очень важно для веры. Здесь сказано, «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное терпит насилие, и неистовы берут его силой». В словах «берут его силой» речь идет о силе веры. Мы берем Царство силою веры. И этот стих дает определение духовному насилию или неистовости. Духовная неистовость берет. Бог сделал все доступным, все готово, нам нужно лишь взять. Не будем брать, не будем иметь, хотя это нам принадлежит. Ничего не придет, пока не возьмем. А в расширенном переводе сказано, «Со дней же Иоанна Крестителя до настоящего времени Царство Небесное претерпевает неистовое нападение». И дальше описано, что это. «Неистовые люди захватывают его силой, то есть силой веры. Как драгоценный приз, долю в Небесном Царстве ищут с самым горячим рвением и интенсивным усилием, и вам лучше знать все эти слова, иначе ваша вера не будет их выполнять». Вера – не поверхностная признательность полсердца. Это больше, чем признательность. Слава Богу, мы признательны за то, что Бог нам обеспечил. Но нельзя просто сидеть и быть признательными, и при этом думать, что все само свалится на вас. Все нужно активно брать. Я хочу в толковом словаре слов Нового Завета Уильяма Вайна прочитать вам определение слова «насилие». Оно значит завладевать чем-то. Заметьте, не просто ожидать владения, а завладевать. И второе определение – захватить, применив силу. Третье определение – взять вопреки яростному сопротивлению. Сопротивление приходит не от Бога, а от дьявола. В этом мире вам противостоят три сферы, и вам нужно применять веру ко всем трем. Во-первых, это плоть, во-вторых, мир, в-третьих – дьявол. И вам нужно применять свою победу в этих трех сферах – плоть, мир и дьявол. Часто люди понимают, что дьявол хочет их обокрасть. Но позвольте сказать – ваша плоть пытается вас обокрасть. Ваша плоть не хочет сотрудничать. Ваша плоть хочет просто валяться в кровати, сидеть в кресле и не делать ничего неистового по поводу вашей веры. Но не позвольте плоти вас обворовать – это то, о чем говорил Павел. Я усмиряю свою плоть. Я ее усмиряю. Почему? Потому что он осознавал, что плоть крадет. Точно так же, как дьявол хочет вас обокрасть, так и ваша плоть. Поэтому вам нужно применять неистовую веру к вашей плоти, к этому миру, к духу мира, то есть к тому, что другие делают, к тому, что вас окружает – это и есть мир, к тому, в чем остальные участвуют, с чем все остальные соглашаются – это и есть мир. Ну и, конечно, к дьяволу. И так часто люди думают, что дьявол чинит им козни. Знаете, ваша плоть ставит вам под ножки, и мир дает вам плохой пример для подражания. Поэтому вам нужно быть неистовыми в вере, чтобы пробиться через плоть, пробиться через мышление этого мира, через принципы этого мира и вашего окружения, и также пробиться через попытки дьявола вас обокрасть. Я хочу, чтобы вы увидели, что Бог уже сделал благословение вашими. Он не пытается ничего удержать. Вам не нужно вырывать что-то из Его рук. Я хочу прочитать вам Луки 18. Откройте эту главу со мной, пожалуйста. Луки 18. Пока вы ищете, я хочу озвучить истину, которую люди не осознают. В 95% всего, что вы получили от Бога, вы были инициаторами. Так часто люди сидят и ждут, чтобы Бог инициировал обеспечение в их жизни, инициировал исцеление в их жизни. Бог позволит вам годами жить без вашего исцеления. Он позволит вам годами жить без вашего обеспечения. Почему? Потому что Он ждет, чтобы вы Его взяли. Он дал вам это право. Библия говорит, небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Он говорит, у вас будет ровно столько, сколько вы возьмете. И если вы обладаете лишним многим, берите больше. Я хочу, чтобы вы знали, религия, религиозное мышление сидит и ждет, пока Бог что-то предложит. Но вера не ждет особого приглашения. Она знает, что Бог уже все обеспечил, и вера берет. Многие люди сидят и ждут, чтобы что-то пришло. И что к ним придет? Абсолютно ничего. 95% того, что вы получаете, вы инициируете. Как инициируете? Завладевая этим своей верой. Луки 18. Позвольте сказать, вера инициирует ваше наследие. Скажу так. Вера активизирует то наследие, которое Бог вам уже дал. Бог положил всему начало, дав вам наследие. Но именно вера активизирует это наследие. Если вы его не возьмете, это наследие так и останется бездейственным. Оно окружает вашу жизнь и ждет, чтобы вы его взяли. Но если вы его не возьмете, то, что Бог сделал вашим, будет бездейственным в вашей жизни. Луки 18.1, и я уделю время, чтобы прочитать 8 стихов в расширенном переводе. Иисус рассказал им притчу о том, что должно всегда молиться и не робеть, не унывать, не падать духом и не сдаваться. Знайте, что горячая молитвенная жизнь убережет вас от того, чтобы сдаться, поможет вам не капитулировать. Второй стих. Он сказал, в одном городе был судья, который Бога не почитал и не боялся, и людей не уважал и не считался с ними. В том же городе была одна вдова, которая постоянно приходила. В том же городе была одна вдова, которая постоянно приходила к нему и говорила, «Защити и огради и рассуди меня с моим соперником». И какое-то время он не хотел. То есть, судья не хотел в это вмешиваться. А после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не почитаю и не боюсь, и людей не уважаю и не считаюсь с ними». Обратите внимание, у него не было сострадания к ней. Он не ценил и не почитал Бога. Ничего такого. Но я обожаю пятый стих. Вот почему он начал действовать в ее интересах. «Но как эта вдова не дает мне покоя?» «Эта вдова не дает мне покоя». Что это значит? Эта женщина умела брать. Она понимала, что что-то, что ей принадлежит, от нее удерживают или у нее крадут, и она не собиралась с этим мириться. Вера отказывается мириться с тем, что не должно быть. Вера отказывается обходиться без того, что ей принадлежит. Мне так нравится, как это описано. Судья несправедливый, то есть он не символизирует Бога. Он не чтит Бога, ни во что ставит людей. Он просто отделывается от них. Но вот женщина, которой невозможно отказать. Вот что такое вера. Она превращает вас в того, кому невозможно отказать в благословении. Итак, он сказал, «Эта вдова не дает мне покоя. Я ее огражу и защищу, и вступлюсь за нее. То есть сделаю то, что она мне сказала». Вы знаете, что Бог ждет, чтобы вы сказали Ему, что сделать? О, религия поперхнется таким заявлением. Но позвольте вам сказать, Бог идет туда, куда Его приглашает вера. Когда вы применяете веру в определенном направлении, сила начинает действовать в том направлении, в котором вы применили веру. И именно так поступила эта вдова. Она сказала судье, что сделать для нее. Вы понимаете, что он был у власти, но она не умолкала. Она не переставала приходить. И хотя у него было больше власти, чем у нее, она просто не знала, что такое сдаваться. Она продержалась дольше него. Ее постоянное хождение длилось дольше и было сильнее его власти. Да. И тогда он свою власть использовал в ее интересах. Мы даже не знаем, знаком ли он был с ее делом. Здесь даже не сказано, выслушал ли он сторону ее соперника. Он просто сказал, все, чего она хочет, дайте ей, независимо от того, кто прав, кто виноват. Его даже не волновало, кто прав, кто виноват. Раз она постоянно приходит, я защищу ее. Люди не получают защиту, потому что не приходят. Они не приходят в вере к Богу, они не приходят и не говорят, это мое, и я не отпущу, ты обеспечил меня. Судья действовал в интересах этой женщины лишь по одной причине. Она постоянно приходила. Мы нигде не читаем, что ее соперник приходил. Он наверняка думал, судья выслушает мое дело, и он автоматически решит его в мою пользу. Но нигде не сказано, что он приходил, а она приходила. Кто приходит, побеждает. Вам нужно прийти со своей верой, вам нужно прийти с поклонением. Когда вы приходите, и я имею в виду агрессивно, каждый день, потому что сказано, что она приходила постоянно, это и есть неистовость веры. Она приходит, и приходит, и приходит, день за днем, и не знает, что такое сдаваться. Такая вера получает результаты. Я просто обожаю это. Еще раз пятый стих. «Как эта вдова не дает мне покоя». Послушайте, она не соблюдала нормы приличия. Она не смотрела на то, что на нем мантия судьи, или что он у власти. Она просто постоянно приходила. И он сказал, я ее огражу и защищу, и вступлюсь за нее. Права она или нет, я на ее стороне. И я обожаю расширенный перевод, чтобы она не докучала мне невыносимо, и не измотала меня, постоянно приходя, и, наконец, не пришла и не обругала меня, и не напала и не задушила меня. Я обожаю это. Он сказал, если я не дам ей того, что она хочет, вся ее агрессивность обратится против меня. Мне не нужен враг в ее лице. Лучше я буду за нее. Я обожаю это местописание. Шестой стих. «Тогда Господь сказал, послушайте, что говорит несправедливый судья и наш справедливый Бог». Видите, этот судья не символизирует Бога, потому что Бог справедлив. Иисус сказал, «И наш справедливый Бог не оградит ли, не защитит ли и не вступится ли за своих избранных, своих избранников, вопиющих к Нему день и ночь? Станет ли Он медлить и тянуть с помощью им? Говорю вам, что Он их оградит и защитит и вступится за них вскоре». Мне нравится. А вам нравится это слово «вскоре»? «Вскоре». Итак, Он говорит, когда вы видите, что Бог что-то вам дал, что-то вам обеспечил, каждый день постоянно приходите и говорите «это мое, это мое». Как я уже говорила, не для того, чтобы вырвать это из рук Божьих, а чтобы взять то, что Он вам дал, не ожидая, пока противник уйдет с вашей дороги, не дожидаясь, пока прекратится противостояние, травля, простираетесь сквозь все это каждый день и говорите «это мое, процветание мое, здоровье мое, исцеление мое, победа моя, мир мой, угнетение не мое, я не приму это, депрессия не моя». Каждый день просто станьте агрессивными. И чем дольше вы ходите с Богом, тем смелее должна становиться ваша вера. Если она не становится смелее, вы остаетесь ни с чем. Вера смела, вера агрессивна. Нам нужно возвращаться к этому месту Писания и перечитывать его, задавая себе вопрос «поступаю ли я так?» Если нет, неудивительно, что у меня нет того, в чем я нуждаюсь. Неудивительно, что я в долгах, что у меня постоянные проблемы со здоровьем. Неудивительно, что у меня затянувшиеся симптомы. Я не делаю то, что делала эта женщина. Я обожаю пятый стих. Я прочитаю его снова. Судья сказал, как эта вдова не дает мне покоя? Если вы не беспокоите дьявола каждый день, не давайте ему покоя. Как? Говоря то, что говорит Бог. Судья говорит, я ее огражу и защищу, и вступлюсь за нее, чтобы она не докучала мне невыносимо, и не измотала меня, постоянно приходя, и, наконец, не пришла и не обругала меня, и не напала и не задушила меня. Если мы не так уж страшны, мы не слишком сильно этого хотим. И Иисус говорит, что нужна именно такая вера. И еще раз седьмой стих. И наш справедливый Бог не оградит ли, не защитит ли и не вступится ли за Своих избранных, вопиющих к Нему день и ночь. И это не вопль выпрашивания, не вопль неверия, эмоциональности, не вопль манипуляции, но крик, мне не будет отказано, крик веры, это мне принадлежит, и я не сдамся. Вы знаете, что поклонение на самом деле тоже крик веры. Отец, я поклоняюсь Тебе. Я благодарю Тебя, что Ты подарил мне здоровье, обеспечение. Я благодарю Тебя, что Ты благословил меня этим бизнесом, поэтому он преуспеет. Вот такого крика Бог ждет, и Бог вскоре ответит на него. Здесь написано, станет ли он медлить и тянуть с помощью им. В 8 стихе Иисус сказал, говорю вам, что он их оградит и защитит, и вступится за них вскоре. Ваш ответ не придется долго ждать, если у вас будет такой настрой и такой подход. Даже то, что не приходило годами. Если у вас будет такой настрой, такая агрессивность, такой подход, долго ждать не придется. Иисус сказал, все придет вскоре. Вы можете ускорить проявление ответа своей агрессивностью. Вы можете его замедлить халатным отношениям. Не потому, что Бог халатен, но потому, что дьявол будет настойчивее вас. Так Иисус говорит, Бог защитит их вскоре. И далее в 8 стихе сказано, но Сын Человеческий, придя, найдет ли неотступность в вере на земле? Мне нравится расширенный перевод. Не просто найдет ли веру, но найдет ли неотступность в вере. Потому что именно такая вера потребуется, чтобы Иисус вернулся. Во время, перед приходом Иисуса, именно так должна выглядеть вера в жизни людей. А это мы. Это мы. И так должна выглядеть наша вера. Он говорит нам, что такая вера угодна Богу. Это агрессивная вера. Это смелая вера. Аминь. Как насчет женщины, страдавшей кровотечением? Часть ее победы была в том, что она просто не осталась в кровати. Она не осталась дома. Эта женщина теряла кровь в течение 12 лет. Можете себе представить ее слабость? Можете себе представить абсолютное отсутствие энергии в теле? Я уже не говорю обо всем, что на ней испробовали врачи. Как это могло сломать ее силу? Как это могло испортить ее здоровье? Сломать ее решимость? Почему она победила? Потому что просто не сдалась. Не потому что она знала все проповеди Иисуса. В Библии даже не сказано, следила ли она вообще за его служением до той истории, о которой мы читаем. Но она где-то услышала о нем. Потому что она, в расширенном переводе, не переставала говорить, если только прикоснусь к одежде его выздоровею. И мы знаем, что согласно иудейским обычаям, женщина с кровотечением не имела права выходить в общество. И по иудейскому закону она могла быть побита камнями за выход в общество. Задумайтесь, она преуспела, потому что, во-первых, она вышла из дома. Некоторые люди не выходят из дома, чтобы пойти в церковь, чтобы принять. Я плохо себя чувствую, останусь-ка я дома. Вы ничего не получите. Я знаю вот что. Вера не может быть основана на удобстве. Иначе она ни к чему не приведет. Вера принимает вызов неудобств. Эта женщина не отправила за ним кого-то. Попросите проповедника прийти. Не поймите меня неправильно. В книге Якова сказано, что мы можем призвать кого-то, если мы не можем встать. Но, очевидно, эта женщина могла хотя бы доползти. Потому что, выйдя, она сказала, если только прикоснусь к одежде его выздоровею. И что она сделала? Она подобралась снизу. Она проползла. Это все, на что ей хватило сил. Мы не знаем, возможно, она ползла от своего дома. Может, это все, на что она была способна. Потому что так она подобралась к нему. И что еще ей пришлось преодолеть? Там была толпа людей, а она болела 12 лет. Так что всем соседям это было известно. Когда вы долго болеете, соседи об этом знают. И они заметят, она вышла в люди. Она не должна здесь быть. Но она пренебрегла тем, что знали о ней люди. К тому же, прямо перед ней к Иисусу обратился Иаир. А он был начальником синагоги. У него была власть приказать побить ее камнями. Он знал, что она не была в синагоге уже 12 лет. Здесь, в Калифорнии, люди не живут подолгу на одном месте. Люди приходят и уходят. В те времена не было так. Люди жили и оставались в одном обществе годами. Люди должны были знать ее. Иаир должен был знать ее, и что она раньше посещала синагогу, а вот уже 12 лет ее не было. И спросить, где она? Ну, она больна, и согласно закону, ей запрещено приходить, потому что у нее кровотечение. Он должен был это знать. И вот Иаир пришел, он был рядом с Иисусом. Заметьте, когда Иисус сказал, кто прикоснулся ко мне, она, естественно, колебалась, рассказать ли, что случилось. Потому что человек, который мог приговорить ее к смерти, стоял прямо рядом с Иисусом. Вот это противостояние. Насколько сильно вы этого хотите? Такая вера угодна Богу. Я говорю, такая вера угодна Богу. Слава Господу! Я просто обожаю одну историю из жизни Смита Вигглсворта, английского проповедника с сильным служением чудес в первой половине 20 века. Он рассказывал, как однажды на остановке автобуса он наблюдал за женщиной с маленькой собачкой, которая увязалась за ней из дома. Женщина ждала автобуса, и она говорила собачке, «Дорогуша, тебе нужно идти домой!» А собачка просто виляла хвостом и терлась об ее ноги. Она, «Дорогуша, иди домой!» Вы знаете, как мы разговариваем с домашними питомцами? Они бывают как члены семьи. И так она и обращалась с собачкой, «Дорогуша, иди домой!» А та виляла хвостом и бегала вокруг нее. И тут подъехал автобус. Ей нужно уезжать на автобусе, и она не хочет, чтобы собака осталась на улице одна. И вот подъезжает автобус, и Вигглсворт наблюдает за всем происходящим. И тут женщина топает ногой и орет, «Вон!» И когда она топнула и заорала, собака поджала хвост и убежала домой. И Вигглсворт, не задумываясь, воскликнул, «Вот как нужно говорить с дьяволом!» А не «Дорогуша, пожалуйста, помолись за меня!» «О, дорогуша, я надеюсь, что мне станет получше!» «Дорогуша, верь со мной!» «Нет!» Но топнуть ногой и сказать «Вон!» «Из моей жизни!» «Прочь!» «Из моих финансов!» В вашем голосе должно быть неистовство. Вы должны быть ярыми и страшными. По-другому не скажешь. Вы должны быть агрессивными. Я недавно размышляла о чем-то, что донимало меня. И уже затянулось. И я сказала «Ну все! С меня хватит!» И это не просто вышло из моего разума. Это вышло изнутри. И это должно исходить изнутри. Топнуть ногой, как та женщина, и сказать «Вон!» «Все! С меня хватит!» Потому что пока вы не скажете «С меня хватит!» Все это так и продолжит тереться о вашу жизнь, о ваши финансы, как та собачка. Тереться о ваше тело симптомами. Оно будет тереться и вилять хвостом, говоря «О, я всегда с тобой!» Но вам нужно дать понять «Все кончено!» Все кончено! Возьмем для примера отношения парней с девушками. Когда вы говорите «Все! С меня хватит!» Вам нужно обращаться с этим как с плохим ухажером или плохой подружкой. Если у вас отношения с кем-то, кто плохо с вами обращается и тут до вас доходит «Меня достало!» «Меня достало!» И вы уходите «Все! С меня хватит!» А второй человек пытается вас вернуть, стучит вам в дверь, звонит. Вы отвечаете «Между нами все кончено!» И на каждую попытку контакта вы отвечаете одинаково «Нет, все кончено!» Так вам нужно обращаться с симптомами, с недостатком. Вам нужно изнутри сказать «Нет, все кончено!» Как быть агрессивными в вере? Вам нужно приказывать тому, что вам принадлежит, прийти. Об Аврааме сказано, что он называл несуществующее как существующее. Я хочу немного с вами почитать. Бытие 12.1 В Бытие 12.1 написано, «И сказал Господь Аврааму, Бог проговорил ему, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот». И посмотрите, Авраам был 75 лет. Итак, когда Бог ему впервые сказал, «Я дам тебе сына, я дам тебе народы, ты будешь отцом для них», ему было 75 лет. И всего три главы спустя, «Бытие, 15 глава, с 1 по 2 стих». «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне, я остаюсь бездетным». Посмотрите на это. Говоря с ним ранее, Бог сказал, «Я сделаю тебя великим, у тебя будет сын, от тебя произойдут народы». Три главы спустя, Авраам все еще называет себя бездетным. Обратите внимание, ему 75, и он бездетный. Почему? Он не говорит то, что Бог сказал ему говорить. Он называет себя бездетным. Кем вы себя называете, тем вы и будете. Называете себя больными, будете больны. Называете себя банкротом, будете банкротом. Как иметь неистовую веру? Измените то, как вы себя называете. Теперь пойдем дальше. Бытие, 17 глава, 1 стих. Авраам был 99 лет. Теперь ему 99. Послушайте, прошло 24 года с первого раза, когда Бог проговорил ему. 24 года спустя, Аврааму 99 лет. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму. Заметьте, Господь говорил с ним, но до него не дошло, когда он ему это говорил. Бог видит, он все еще называет себя бездетным. 24 года подряд он называет себя бездетным. Если я что-то не сделаю, он так и останется бездетным, хотя я ему уже сказал, что говорить. Так что в этот раз Бог является ему. Сходит и говорит, придется изменить его имя ради того, чтобы он правильно говорил. И Бог изменяет его имя. И через год после изменения имени у него рождается ребенок. Он год называет себя так, как его назвал Бог, и у него рождается ребенок. 24 года он не называл себя. Он слышал что-то, знал что-то и даже верил во что-то, но не говорил так. 24 года ничего не происходило. У многих христиан годами ничего не происходит. Почему? Они не изменили то, что говорят. Агрессивная вера, неистовая вера, говорит, называет, берет, берет, берет. Как только вы начнете говорить, долго ждать не придется. Если вы будете как та женщина, которая приходила к несправедливому судье, каждый день она приходила, она не переставала приходить. И что Иисус сказал? Вскоре, вскоре все произойдет при таком подходе. Я напоминаю вам, Бог вас всем благословил. Так постоянно берите, постоянно называйте это. Это ваше. Не останавливайтесь, пока все, что Он вам дал, не придет. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok